Жара не отступает, хвостики не хотят гулять, пират не выходит с будки, а дик вызывает вопросы у волонтера. Каждый день жарче другого, жара вымотала всех в сельском мини-приюте Людмилы Чернецкой. На улицу выходить никто не хочет, только рано утром, пока после ночи, еще прохладно немного. Пират третий день ничего не ест, даже с будки не выходит. Надеется хозяйка, что это от жары, а не по его состоянию здоровья. Последнее время у него на лапах появились свищи, и он стал плохо ходить. На боку, где удаляли ранее шишку, вроде бы опять растет на том же месте новая. Посмотреть толком волонтер не смогла, рычит на нее. Боится даже представить женщину, что она будет делать с ним, не дай бог что. В нашем нынешнем положении даже кота отвезти в клинику сложно, что говорить о таком великане, как пёс-пират. Раньше мы вызывали хотя бы врача надо, но сейчас под обстрелами это просто будет невозможно. У малыша младшего опять приступы, один за одним. Пёс-дик начал хромать, еле ходит. В общем, у нас полный набор стариков и инвалидов, а сделать волонтер ничего не может. Стараться женщина гнать от себя плохие мысли, не думать о том, что она будет делать при экстренной ситуации. Время покажет, а пока нам бы пережить эту жару, от которой страдает все живое. Друзья, мы будем благодарны за любую оказанную вами помощь нашему приюту. Чистящие и моющие средства, крупы, сухари, макароны, любые консервы, паштеты, мягкий корм, посуда или будь то ветошь. Из-за долгого отсутствия воды, плюс и к другим трудностям, приюту стало намного сложнее выживать. В таких условиях все расходуется очень быстро, а пополнить запасы не всегда есть возможность. Пожалуйста, помогите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...